Здарова, стратегические жевжики! Очередная дуэлька в пятую целую, в этот раз запад-восток. Такая карта и на развитие, и на битвы. Без Великой Библиотеки и без Великой Стены мне американцы выпали. И нельзя голосовать на Конгрессе. Так, старт очень даже неплохой, я вам хочу сказать. Единственное, тут надо подумать, стоит ли мне идти к... А, ну Испания у чувака. Ну, я не знаю, стоит ли... Ну, давайте, да. Ну, просто Испания, это слишком цивилизация. Я хотел ему написать, типа, отправляй 500 монет, если ты найдёшь чудо ГГшки. Но, блин, если у него оба чуда, например, даже без этих 500 монет это слишком крутой бонус. Он сидит... One City Challenge, кстати, вот дойлька. Но я не хочу. Он сидит с двумя чудесами, которые в два раза больше выхлопа дают. А если это, ну, можно взять пантеонные чудеса, это ещё 8 веры в ход с одного чуда. Просто с одного, а может быть, их два. Ну, то есть, это просто какие-то нереальные бонусы, которые другой игрок... А может так, что у Испании вообще не будет чудес. То есть, получается, у него вообще не работают никакие бонусы. Ну и смысл. Просто смысл, это, знаете, мы играем... Просто кинуть монетку, то же самое получается, как играть за Испанию. Знаете, вот тут я выключаю Испанию и инков, и всё равно выпадает Испания. Это тупо потому, что Испанию добавили потом то ли в Gods and Kings, я вот не помню, то ли в Brave New World. То есть, можно было не покупать Испанию и инков, и они бы всё равно... Испания всё равно есть, поэтому и тупо... То есть, тупо я выключаю вот эти крутые цивилизации, на самом деле, этих Вавилон и Кореи. Она не выпадает, да, всё верно. Если бы ещё можно было выключить как-нибудь Испанию и Венецию, было бы вообще зашибись. Венеция вообще не выключается, она из Brave New World получается, а Испанию просто потом добавили зачем-то. Так, ну мне шашонные выпали, это круто. Против ацтеков. Ну, кстати, это интересно будет. Слушайте, а может мне не идти к морю? Вполне нормальное место. Единственное, что к горе встать. Слушайте, а давайте так и сделаем. Сейчас шашонные сено дофига территории получат. Поиграем в развитие на запад-восток, не выходя на море. За шашонов это вполне реально. Сразу с монумента начинаем. Тут нам не нужны скауты, тем больше, что скауты это вот это. Так, что мы сначала возьмем? Я бы, наверное, жителя взял в начале. Просто сразу вот двух. Сразу начинаем так играть. Он на море встал. Хотя, не, непонятно. У меня много очков, потому что я шашон. Так, сейчас я, наверное, возьму культурку. Я думаю. Так, ну и вырублю свою рожу. Ацтеки тоже приятны, тем более, что мы играем с варварами. То есть они за убийство получают культуру. Тоже неплохой бонус. Имхо. К горе встал, чтобы обсерватории, мачу-пикчу, вот это вот все. О, у него там гэгэшка. Ух ты, у него и пустыня, видимо. То есть у него тоже все неплохо. То есть он сейчас пансион взял, потому что гэгэшку встретил на веру. Так, наверное, сейчас теху надо взять. Мы как раз открыли. И арчери. Ну, было бы круто, если бы что-нибудь, вот, например, колесо. А, мы не можем, или охоту, если бы мы взяли. Ну, ладно уже. Так. Лошади есть. Давайте, наверное, майнинг сначала. Пройдемся тут по побережью. Я обойду этот лагерь, я думаю. Он вырос до двух, а не нашел в руинке. Может, арчера, значит. Давайте, наверное, сначала арчера, реально. Ну, тут юниты понадобятся. Так, ну, у него еды тоже. Ну, хотя... Ну, там у него на три где-то есть. То есть он нормально тоже растет. Ладно, давайте мы чисто на производство тут включимся. А это значит так, так и вот так. Слушайте, а у меня города и государства вообще будут на карте? Просто что-то пока не видать. А их четыре должно быть. Ну, что, только тут один будет, что ли? Не очень, кстати. Это не очень. И он, опять, даже не может понять, на воде я поставил или нет за счет вот этих очков. Так, а знаете, я, наверное, не буду выходить сейчас. Что у меня город стреляет сильнее, если юнит внутри. Пускай он подходит. Он решил не подходить. Так, вот тут вопрос, что брать. Я опять могу... Не, наверное, апну. Могу население взять, но я бы апнул, наверное, этого в меткалу капать. Что-то я... У меня такое ощущение, что у меня вообще городов-государств не будет здесь. Я даже не буду его обстреливать. Я хочу дальше пойти исследовать. Не, есть. О! Так, ну мне придется святилище построить. Потому что, видите, не хватает. Я даже не знаю, какой мне пантеон брать. На кромлихе, наверное. Раз, два, три. Четыре. Вообще, мне бы гелик построить. На самом деле. Слушайте, я, наверное, в геликарнаст прям даже пойду. Вот так. Тем более, что я мрамор смогу обработать. Это плюс 25% к строительству всего этого дела. Так, пойдем лошадьми займемся. Тут святилище сначала. Потом, видимо, этого сделаем. Посила. А, он не сможет меня проатаковать. Давайте пообещаем защиту. Но мне бы, конечно, уифи рабочего украсть. И вот тут где-то лагерь варваров. Очевидно. Пока не очень понимаю, где мне второй город встать. А, давайте, наверное, пойдем мы этим лучником. Блин, надо было сюда перепрыгнуть. Он меня сейчас проатакует. Надо было сюда прыгнуть, а отсюда стрелять. Потому что это как скаут, он бы не потерял ход. Не понял, где этот лагерь варваров, откуда этот парень пришел. Прикол. И ни одного чуда у меня на моей территории. Как вам это нравится? Мне не нравится, например. Ну, на кромлихе, походу, надо брать. Как он тут в пятерке называется? Я уже забыл. О каменные круги. Ну, наверное, блин. Может, порасти пока немного. Давайте порастем. Или нету смысла, когда так мало еды. Да фак. Ну, это прикол. А надо сюда стоять, тогда он... Во, вот где лагерь. Сюда стоять, он тогда не сможет захватить рабочего. Так, календарь. Пока мрамор не обрабатываю, потому что я не буду пока еще чудо строить. Я открывал камень мессенри для того, чтобы кромлихи поставить, а не для того, чтобы геликарнатсу начать. Мне еще надо амбар хотя бы до четырех вырасти, и после этого еще посело строить. Не убивается. Ладно, встанем здесь. Нет, пока что-то не очень у меня. Варвары жить не дают. Не завожу в город, хотя это и содержание меньше, и типа он там лечится быстрее, но тогда мы теряем ход. Типа заводим, только последующим ходом он начнет лечиться. А так я пока стою здесь и лечусь спокойно. Я все-таки на пересеченной... Я понимаю, что это не на пересеченной стоит, хотя, блин, на морской карте там можно было бы и против... Так, амбар есть. Шесть ходов роста. Я бы начал геликарнатс, потом, когда до четырех вырастет, переключился бы на посело. Нет, не на счастье, на еду беру. Надо, чтобы до четырех быстрее Масанканьи вырос. Так, а вот тут надо внутрь зайти. Смотрите, потому что так город стреляет на 23 силы, а с этим внутри на 32, потому это в традиции. Вот это... Олигархия увеличивает так силу. Вырубка леса, вырубка джунглей. Ладно, давайте библиотеку, хотя смысл пока в ней никакого. Пожалуй... Так, убью, а этими... Выйду и полечусь один ход. Так, следующим ходом посело начинаем строить. Пока отбиваемся. У чувака уже больше очков, чем у меня, иначе он город поставил. Ну, пока вроде нормально идет. То есть... Он куда-то там не улетает, в отличие... Потому что можно было предположить, пока вроде нормально. Стоим, держимся. Так, а вот куда мы город-то будем ставить второй? Мне куда-то вот сюда хочется. Честно говоря, вот может к этой горе просто раз, два, три, вот сюда. Не так много еды будет, правда. А третий город все-таки вот здесь где-то поставлю на воду, чтобы... Хотя... Ну, наверное, вот сюда я хочу. А что, откуда у меня так много очков? Я не пойму. О-о-о-о... О-о-о, боже. Как-то он захватил-то. А, он вот тут появился? Фак. Как тупо. Да. Но он сейчас сюда пойдет. Мы, по идее, должны следующим ходом же отбить. Если он сюда через реку пойдет. Если не через реку, то не отобьем, конечно. А я надеюсь, что он через реку прыгнет. Давай, пожалуйста. Фак. Вот же гадина какая, а, варварская. Вы посмотрите на эту гадину. Ладно, придется идти этим лагерем заниматься. А тут могут прийти и разграбить мне все. Черт, побери. Так, надо железо открыть. Да. Черт, на еду дофига. Я не понимаю, у него дофига на еду, но при этом у него город. Ну. Не понимаю. Блин. Ладно, мне придется тупиться. Я не хочу, чтобы грабили. Пускай обстреливает. Придется здесь в очередь еще одного лучника сделать. Блин, может... Может, лучше вот так в Меткалуков пойти. Еще одного сделал Копья. Ну, это что за бред? Что происходит вообще? Я вот сюда поставлю. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров. Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не убиваю. Так что лучше спрячусь. Блин, мне надо сначала спрятаться, потом сюда встать. Он сейчас разграбит и вылечится. Господи. Как я это все забываю постоянно. Еще и минус 2. То есть я думал, что я уже обработаю к этому времени мрамор. Понимаете? И у меня будет норм плюс 2. А в итоге мы имеем вот это говнину. Черт. Так, мне нужен еще рабочий. Плюс мне надо рабочего уифи спереть. Теперь вот так встану. Лучше будем контролировать все, что происходит. Много леса, кстати, приятно. Блин, вот это сейчас плохо. Я сейчас реально торможу очень сильно. Господи, сколько можно этих... Копейщиков фигачить, расскажите мне. Не, пускай лук довылечивается до конца. Я пойду защищать этого рабочего, чтобы обработать мрамор. Блин, надо было на счастье брать, а не на... Ну, кто же знал, что я так потеряю рабочего? У меня не будет счастья в этот момент. 32 еды, что... Что происходит? При этом я не понимаю, у него 32 еды, но... А, он уже выше меня, да, ладно. Я хотел сказать, что у него меньше жителей, чем у меня. Все, обработано, наконец-то. Е-е-е. Теперь даже если тут появится юнит, он не может захватить рабочего. Так, тэмок у нас на рост переключается. Блин, тут ап был вообще-то. Не думаю, что он геликарнас строит, раз у него куча... Пустыни, он явно в Петру идет. Так, пошли к Ифе воровать рабочего. Две минуты АФК, это не страшно. Так, и так, два. И найду тут никаких больше клеток невозможно, да? Кстати, еще свинюшки надо будет обработать. Ну ладно, пускай так. Надо, чтобы быстрее вырос город. Гелик и так за два хода строится. Ммм... Ну, наверное, отправлю... Отправлю сюда. Тут пройдемся, посмотрим, что нету лагерей. Так, гелик построен. Я вот думаю, что я тут следующий... Ну, наверное, Stoneworks. Тогда я не буду вырубать, пока идти сюда лес. Леса мы оставим на нацколледж. Пойду вот этих свинюшек обработаю. Так, ну и где тут рабочий? Тут может быть еще лагерь, поэтому вот так, так, пойдем. Так, ну где у тебя рабочий-то ифе? А вон он. Так, нету никого. Так, отлично. Масанка не вырос. Теперь на производство переключаемся. А я вот, кстати, не помню, вышел он... Ну, я в инженерное дело пойду дальше. Хотя, кстати... Так, давайте-ка я... Вот здесь я стреляю. Хочу вернуться, апнуться в меткалуке. Захватываем рабочего. Так, вот тут, конечно, шанс, что может появиться юнит и заберет рабочего, но... Я думаю, что... Так, вырубать... А, моя охота у меня... Вот блин! Вот блин! Как и... Вот каждый раз я вот на это напарываюсь. Сколько я ходов потерял тут, блин! Каждый раз! Ну, тут мне надо будет когда-то вот сюда ставить город. Что-то сразу в нем стены... Ну, то есть я пойду просто по нижней ветке в арбалеты сразу. Хотя я не видел, чтобы он тут плавал. Я думаю, что он тоже не на море. Прикиньте. Блин! Так, ну пошли, ладно, сюда вырубать. Он, по идее, должен этим копейщикам сейчас в лагерь стремиться вернуться. Блин, или не вырубать пока лес. Так, вот тут охоту дождусь уже. Нет, тут уже на производство быстрее амбар построить. Библу... Да, ну с едой он вообще рвет. Рвет и мечет, так сказать. Зато у меня... Ну, чисто на рост. Пока. Так, ну, кажется, мы с лагерями разобрались со всеми. То есть они могут только здесь теперь появляться, и все. Здесь не может, потому что это... На этой клетке и на этой клетке не могут, потому что тут ресурсы. Лагеря никогда не появляются на клетках с ресурсами. Так, один ход подождем. Лагеря никогда не появляются на клетках с ресурсами. Так, и мне нужны уже караваны. Точнее, мне нужен конкретный караван из столицы во второй город. Потому что там он медленно растет. Можно и лес, кстати, подрубить. Так, чувак только сейчас в классическую эпоху вышел. Но он, я думаю, все-таки... Блин, или открыть все-таки вот эту сначала, чтобы второй... Давайте сначала сейлинг откроем, чтобы просто караван второй был. Вот и лагерь, блин. Сразу пошли им заниматься, я думаю. Нет, овец сначала не хочу пока рубить лес там. Я думал, побыстрее станет. Ну ладно. Так, у меня уже следующим ходом... Нет, через ход может пророк появляться, в принципе. Вообще, я бы какие-нибудь чудеса строю, раз мы с мрамором. Может, храм Артемиды тогда? Вижу, ни уфига сколько очков. Может, он там больше городов ставит? Ну вот, у него есть же город на побережье, правильно? Может, тогда еще сразу... Давайте еще сразу караван. Тут уже пора все-таки философию открывать. Стоять тут, что ли, засвечивать территорию. Храм Артемиды он построил. Ну, я и не тратил, видите, никакие ходы. Ну, у него там храм Артемиды, висячие сады, это, конечно, круто. Так, где мой пророк? Блин, может, все-таки подержать. Ну, тут нет смысла обрабатывать камень, потому что это четвертый радиус. Это потом уже для следующего города, возможно. Ладно. Обработаю ходом. Ну, вот тут может варварский лагерь появляться. Ну, и тут где-то еще. Так, и этот караван, значит, из Тимоака побежит. И у нас пять ходов. Ну, наверное, даже четыре хода, скорее всего, будет, потому что мы сейчас быстрее эту... Блин, давайте Стоунхендж тогда... Давайте тут стоять. Не знаю, блин, тут тогда может... Блин. Где встать? Два хода. Ну, на один ход, скорее всего, это... О, вон он. Меня исследует. Давайте глянем, что у него... Так, ощущаешь, у него много городов. Да. Четыре города конкретно прям. Блин, а где города-государства тогда? Ну, и он тоже в традицию. Охренеть. Конечно. А я в два города играю. Ну, армия у меня побольше. У меня где-то вот тут надо стоять, контролировать... Знаете что, давайте мы сюда пойдем лучше метколуком, чтобы он не высадился. Шашоны иудеи. Когда у вас появляется пророк, первым делом основывайте религию, потому что соперник тоже может в это же время получить. Тем более, что он брал на веру от пустыни. Включать шестерки. Тут, кто первый взял, того и верование. У него просто сбросится тогда. Так, один ход до философии. Ладно, мы тут доделаю я Стоунхэндж тогда. И закрываем традицию. Так, отправляемся вырубать леса на нацколледж. Давайте железо откроем и тут стоим, контролируем территорию. Ладно, давайте я отсюда пойду. Мне надо быть уверенным, что он не высадится нигде. Будут появляться там варвары. Что ж поделать. О, у нас тут железо сразу. Зашибись вообще. Шесть штучек. Так, ну мы понизу пойдем в инженерное дело. О, видите, он буквально два хода позже оставил. Он пагоды, наверное, взял. Да. Все логично. И сразу... А, вот тут появился. Тут не страшно. Тут мы проконтролируем. Так, как у нас сейчас ситуация? Не знаю, у него столько еды. То есть я понимаю, что у него здание уникальное на еду, но все равно такой, блин, рост. А у меня вот Масанкани. Так, три хода. Если я вот так сделаю... Три хода. Четыре. Но зато я вырублю тут лес. Не, ладно. Пока надо так поставить три хода. Так, шесть населения в городах. Думаю, дорогу надо проводить. Ну, я четыре города, конечно. У него больше еды, потому что четыре города. Или коровку. Нет, давайте коровку сначала. Тут все-таки не так важно. Так, вот здесь бы я, наверное, тогда Сеттлера сделал. Третьего. Не знаю, может, сначала сюда поставить. Или все-таки сюда ставить. Уже. Что тут, что тут. Нету никаких, каких-то определенных... Но здесь будет три камня. Но мне надо будет сразу оборонять этот город. Ну, что, может, попробую у него висячие сады угнать. Блин, еще бы рабочего лишнего. Но он явно висячие сады там строит. Не может быть Артемиду без висячих садов. И плюс он еще должен... Да, он уже вышел в Петру. Ну, явно он Петру будет строить. Это, блин, сто процентов. А я инженерное дело гильдии. Там подумаю. Сюда сходим. Или он Петру строит. Без всякой висячей сады. Скорее, может, он Петру все-таки строит. Так, вот теперь поехали. Уже дорогу, наверное, проведем. Все-таки нормальное население. Да, пойду сейчас сюда город ставить. Сразу туда караван построю. Там стены. Ну, то есть, от голиасов арбалетами и город со стеной отбивается. Тем более, тут обстрел только... Ну, вообще, с пяти сторон. Но тут не факт, что можно проплыть с другой стороны. Да, появил. Блин, надо было по одной клетке ходить. Я ставлю на то, что он Петру строит. А не висячие сады. Колизей? Да, караван сразу, да. Тут вырубим лес. А хотя... Ну да, вырубим. Или на Мачу-Пикчу лучше оставить этот лес. У меня тут вырубать-то осталось. Вообще ничего. Давайте лучше здесь тогда что-нибудь построим. Так, ну, висячие сады точно уже мои. Пока стою. Просто тут много Петра. Точно Петра. Так, там караван один ход. Рынок. Надо будет следующим ходом подвинуться метко-луком, потому что там могут варвары появиться. Я бы, наверное, еще рабочего сделал. В столице, вот тут, после рынка. Ифи хочет иудаизму. Ифи хочет иудаизму. Не, пойдем, наверное, вдоль реки, пока фермы построим. Мачу-Пикчу четыре хода. Переброшу в Масанкане. Ну, пока, видите, я не могу... Я должен в этот город сразу его отправить, караван. А я пока не поставил его еще. Ну, Петра ему не так уж и много производства добавила. Так, стоим. Один ход ждем. Сразу начну со стены. Постою здесь, поконтролирую. Сразу камень и тут будем обрабатывать. Вот я бы купил на всякий пожарный. Вообще, может высадиться вот тут город поставить на самом деле. Вообще-то. Стоп, у нас четыре хода... Ой, один ход до Мачу-Пикчу. Так что тут просто один ход что-то... Ну, цирк, наверное, можно. Мачу-Пикчу это важная штука. Он, кстати, не вышел ли в него? А там не было, что он вышел в Средневековье. Значит, Мачу-Пикчу потом пойдем в Чеченицу. Дорогу потом здесь сделаем. Тут главное клетки начать обрабатывать уже. Так. Он вышел в Средневековье. И куда? Он в Чеченицу вышел. Ну, я Чеченицу не против ему отдать. Мне тоже надо сюда выйти, чтобы еда была, но потом мы пойдем в Физику. А он, скорее всего, в Универы пойдет. КОНЕЦ КОНЕЦ может распространить. Давайте, наверное, распространю религию. То есть просто куплю здесь сейчас миссионера. В ТМОК и в ИФИ распространю, а Гаидика сама должна принять. Я не думаю, что он Мачу-Пикчу у меня может. Он, в принципе, туда даже не вышел. У него может быть инженер с Артемидом, но не сейчас. Артемиду он относительно недавно построил. Поэтому я как бы не боюсь вот так в рост играть. Тем более, я еще в лес вырубил на Мачу-Пикчу. Генуя имеется. Не, ну вообще нормально так стоит. В принципе, меня устраивает. И в Витенге, господи. А как он там города расставил? У него, видимо, там все-таки три города-государства. Где же, как же у него влезло все? Три-четыре-четыре-четыре-четыре. Вот так сделаем. Иду в эту, потому что всем клеткам, ну всем фермам рядом с пресной водой добавится еды. А у меня здесь это для Масанкани дофига, на самом деле. Поэтому я тут и фермы сейчас строю вот вокруг всего этого. Так. Нет, не ускоряйте так вот поставлю, потому что тут денег больше капает. Так, это караван в Т-МОООК бегал, да? Ну, наверное, отменим из... А, у меня в Агаидике нету амбара. Сорян. Тогда продолжим в Т-МОООК. Я хотел в столицу отправить, но вспомнил, что в Агаидике нету амбара, чтобы отправлять. Гену и можем замириться. Конечно, у него по деньгам. 32 вход, ни хрена себе. Но, наверное, караваны в ГГшке отправляет на другую. Нету идеи, откуда у него столько денег тогда. Так, кстати, конюшни можно построить здесь. Тут не дает веру, потому что город не обращен в религию, но я думаю, он сейчас обратится. Что ж, давайте мы тогда амбар пока начнем. Просто думаю, что там у меня практически достроена стена. Вдруг он захочет нападать, видя, что как будто стены нету. А я его, хоп, так и обманул. вот эту, наверное, будем клетку обрабатывать. и здесь фермы. Вырубить может на какой-нибудь оракул. А, с другой стороны, нафига мне оракул? Я ж не буду мореплавание брать, да? Что я тут могу? Мне сейчас, когда тебе придется что-то брать. Может, коммерцию тогда. Ну, тогда все равно нафига мне оракул. Ладно, давайте, наверное, лесопилку сначала. Не хочу пока. Оставим лес этот. Еще надо бы, конечно, агаидику соединить. И сразу куча еды. Катак. Блин, хочется все равно оракул построить, чтобы ему недостаточно. Чечнись, я думаю, он строит. Тут нету смысла на нее. Давайте Колизей сначала, а потом уже гильдии начну. Так, тут мы доделываем. Ух ты, он укрепил рели... Как это? А, ну да, он мог набить. Это ж я, я ж купил миссионера. Защитник Веры взял и каждое чудо плюс две Веры. Не знаю, я бы его вместе в мечети взял, но его выбор. То есть, мне мечети остаются. Мечети и, наверное, реликварий. Так, Колизей. Значит, сейчас гильдию артистов, пожалуй, построю, чтобы золотые века можно было запускать. Так, давайте дорогу. Генуэ хочет оракул как раз. О! Виттенберг через ход перестанет быть его союзником. Что по демографии? Все равно еды дофига. Но мне точно надо у него Ноттердам забирать, чтобы у него было мало счастья. лауна зацепить. Поехали. Поехали. Высушим тут болото. Так. Странно, что-то он Чеченицу до сих пор не построил. Надеюсь, мы успеем выйти в золотой век. Должны успеть. Ну, тоже Гену и ненадолго, кстати. Так, осушаем болото. Ровненько два хода гильдии, два хода мастерские. Или эстетику еще взять. Давайте эстетику. Чтобы быстрее набивались вот эти все ребята. Так, библиотеку. Или может там трирему стоит. Так, тут амфитеатр точно. Ладно, пока библиотеку. Не особо мне интересно смотреть. Я передо мной себя понимаю, что он там все позанимал. Блин, давайте мы агаидику. Я просто не знаю, как считается. Давайте он на этот ход не будет расти. Я не уверен, как будет считаться. Ведь у меня одного очка не хватает до начала золотого века. Сейчас агаидика вырастет. И это посчитается до того, как начнется золотой век. Будет грустненько. Не, так если он построил чеченицу. Отлично. Я очень рад, что я ею не занимался. О, у меня сейчас великий торговец появится. Ну да. Ты за Мачу-Пикчу и Геликарнаса. Слушайте, может попробовать в Гену его? Протолкнуть. 132. То есть это 12. Поскольку оно снижается? Нейтральное. Нейтральное, по-моему, это один вход. 1.25. Короче, где-то сколько? Через 8 ходов получается, да? Перестанет быть. Ну, я бы реально попробовал. А вопрос, правда, если тут проплыв. Это надо трилемму все-таки построить. Ну, Ифи никуда от меня убили. Он Ифи даже не видит, потому что он не был союзником. Так, кстати, тут надо включить на... На мечети. Давайте я тут мастерскую куплю. Слушайте, я и трилемму могу купить. Давайте я трилемму куплю и мастерскую куплю. Я не вижу, зачем мне эти деньги. И предварительно... Так, а нам же надо что-то открыть, чтобы юниты могли плавать. Нам оптику надо открыть. Давайте так. Мы не можем пока засоюзить Геную. Потому что она... Союзник соперника. Так, это какая-то ошибка, что я вот эту клетку не выкупил. National Epic, наверное, начнем строить после мастерской. Но явно переключимся... Через четыре хода на Нотр-Дам. Так, знаете что? Все города прекращают рост, кроме столицы. Тут, кстати, стоит Трирема. Ага. Тут нету проплыва. И он туда... Он реально отправляет морские караваны на деньги. Ну, когда-нибудь я разграблю, конечно, этот караван. Но пока, видимо, давайте в Ифе. Первая мечеть. И Золотой век можно продолжить. Слушайте, а чего нет? Чего нет? Надо, ты мог, пускай вырастет один ход. А он не хочет их позащищать как-то, вообще-то? Барабудур. Хочет свою религию разнести. Ага, встал уже там Триремой. Ладно. Вот, давайте колосс построим. Чего нет? Он почему-то не строит его. А он даже не открывал, наверное, эту теху, кстати. Нет, от... Нет, не открывал. Слушайте, он в инженер... Он, короче, в универы пошел. Это здорово. Да, он уже универы открыл. Отлично. Нотердам 100% мой. Давайте, наверное, построим композитов, потому что... Он явно будет нападать... Так, давайте мы после физики даже... Сначала арбалеты, а потом уже у нее... Он явно будет нападать на этот город... Этими... Как его... Глясами. Блин, мне не нравится, что агаидика все никак в мою религию не перейдет. Не честно. Ой, минусы-то пошел, блин. Ну, кстати, получилось, что мы национальный эпос в один ход с открытием Нотердама. Сюда отправлю засвечивать как раз. Ну, он даже Нотердам инженером, то есть я не боюсь, что он даже заинженерит его просто, потому что он очень далеко по теху, он не откроет его так быстро. В ренессанс вышел. Ну, фигасе. Что, в астрономию прям? Интересно. То есть он прям хочет фрегатами конкретно, да? Так, а слушайте, а Мачу-Пикчу тоже на 50% снижает, да? Содержать все, а с дороги вообще не будет... А, нет, не снижает он просто. Просто думаю... Ну, давайте, наверное, это возьмем. Да, ну, мне тут точно надо сначала в арбалеты выйти. Так, ну, видимо... И, видимо, надо миссионера будет купить, а то я так никогда не обращу... У нас тут одинаковое влияние почему-то. Даже у него сильнее. Строю меткалуков, чтобы апать в арбалеты. Тут надо бы дорогу вокруг Агаидики. У меня ощущение, что он хочет именно фрегатами нападать, а не голиасами. Ну, тогда тем более правильное решение. Так, 886. Сколько у него железа? 4. Ну, если 4, то ему это не поможет. Так, Генуэ можно обратно... ...замириться. Так, продолжаю. Меткалуки. Меткалюк. Продолжение следует... Сейчас бы скорее, чтобы вот тут выкупились клетки. Потому что это черт его радиус, и я не могу руками их купить. Но тут он может реально город поставить, если он вдруг решит на меня нападать. У него 54. Но, блин, эти 54 это за счет караванов. Я прям уверен. Блин, он все-таки засоюзил Генуэ. Что-то там выполняет постоянно какие-то квесты. Так, ну колосс уже точно мой. Только я удалю, конечно, этот караван и сделаю внутренний. Мой Лен-Отердам следующим ходом будет извинен. Но я не представляю, как он может выйти в него. Так, а давайте я здесь, наверное, караван буду строить. Так, арбалеты, очевидно. Здесь мы и хапнем. Ну, просто чтобы уже было. Я не знаю, куда мне еще деньги девать. Так, этот караван в агаидик убегал. Ну, давайте еще на еду продолжим. Сейчас появится Нотердам, я продолжу рост свой. Нотердам тоже уже точно мой. Так, здесь строим Ironworks. Переключаемся на рост. Все тут ничего не меняется. Прикол. Так, и здесь убираем. Тут, кстати, можно... Я даже куплю, наверное, тут маяк. О. Всякий случай дороги здесь вокруг построю. Я бы, наверное, продолжил Золотой век. Тем более, что за использование, по-моему... Нет, тут, наверное, Реликвари не дает за это. Или дал. Ладно. Мечети. Да, но все равно ее еды больше. Смотрите, как... Ну, по науке я сейчас должен буду отставать некоторое время, потому что он первым вышел в универы, но я должен хотя бы вырасти. У него зато нету счастья... Блин, нет, у него есть счастье, вы прикиньте. У него есть откуда-то счастье, несмотря на отсутствие Нотердама. И несмотря на то, что он больше меня по... ...жителям. Будем держать этого миссионера, вот тут где-нибудь засвечивать. Я бы, наверное, универу вообще купил. Так, мечеть в Агаидике куплена. Ну, все. Мне пока больше нечего. Просто стоим засвечиваем, что варваров не появилось. Так, как у нас караваны бегают? Два в Масанкане, один в Агаидику, значит, это в ТМОК, видимо. И все это на рост. А, сады тут у меня бесплатные. Я думаю, где сады? Из-за висячих садов, у меня тут уже сады бесплатно работают. Тут могут сейчас появиться, поэтому сюда надо встать. Ну, по производству все-таки я... И при том, что я сейчас переключил на... ...на рост как раз. В этом городе вообще ничего не меняется. Вот, тут я пожилую оставлю. Блин. Не выключил здесь отмена роста. Плохо. Ну, давайте Парфенон. Здесь. У нас просто один ход до универов. У меня, конечно, универ... Я в Агаидике куплю универы, а тут буду строить. А тут что-то один ход. Ну, давайте водяную мельницу, пожалуй. Спасибо за субтитры. Давайте возможность... Нет, или быстрее. Ладно, пускай... Блин, ну нафига мне. Ладно, скнехтов давайте покупать. Так, ну теперь можно, я думаю, в астрономию выйти. Чисто ради обсерватории. Так, универ строим. Тут универ, восемь ходов покупаем. Последнюю дорогу. Тут вот везде у нас все вокруг построено, да? Ну, в общем, можно и четвертый город ставить где-то вот тут. Конечно, так себе территория, но четыре города это четыре города. Я бы только сначала везде арены вот эти сделал и циркус максимус вот здесь очевидно. Тут вот после универа поселок как раз. КОНЕЦ Блин, ты мог уже не растет. Передать какие клетки? Вот эту, например, явно масон... Нет, масонка не обрабатывает. Пойду тут кромлихи поделаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Блин, ну эту... Эту клетку жалко обрабатывать, но иначе будет стагнейшн вообще на самом деле. Жаль. Придется так делать. Кстати, может быть мы зря здесь джунгли убрали. О! Сейчас пойдет он сейчас обстреливать меня своим голиасом. Он реально готовится фрегатами нападать. Но у него четыре всего... Ладно, посмотрим. Четыре железа всего. А, там стагнейшн, потому что я... Стоп. Это потому что... А фига я тут тогда на... На рост переключил, блин, там... Из-за того, что я этого строю. Посела. Ну, сейчас вот этот разряд сделал. Он сейчас прибежит другими голиасами и убьет мне... Этот... Арбалета. Бильбо Бэггинс. Блин, встал сюда. Рыбу у меня залочил. Отступлю. Если он не убьет рабочего, то и фиг с ним. Так, мы тут договорились... Не голосовать. Истиндиакомп. И вообще надо, наверное, построить до... До постановки города. До постановки города. Играем без шпионов, кстати. Поэтому я не смогу, например, там, тырить тейхи или смотреть, что он делает. Так. Игра предлагает сюда... Или, наверное, сюда все-таки. Я бы просто сейчас открывал то, что он уже открыл. 601, 522. Печатанный пресс. Сейчас он хочет... Падающую башню Пизы построить. Ну, кто я такой? Не знаю, почему он не обстреливает моего рабочего. Так. Еще караван можно будет. 10 ходов. До рационализма. Плюс 14 счастья. Да, нужен четвертый город. Играем без шпионов. Сейчас может же, наверное, пророк появиться. Или уже когда я вышел в этот... Возрождение уже нет. Наверное, нет. Я все-таки появился, прикиньте. Черт. Не, ну, в принципе, его можно подержать, чтобы вот... Хотя, знаете что? А нет ничего плохого, если Агаидика станет в его религии. Я куплю пагоды, а потом верну в свою религию. Это вот так тут работает. И, типа, ничего не... Чего там плохого нету. Так, мы пошли тут, наверное, дорогу будем строить. Так, тут я все построил, да? Правда, вот обратив этот город, я уже больше буду влиять. Тем не менее, зато мы сможем мечети еще купить. Так, амбар строим. Обсерватория. Так, давайте мы в Томолке обсерваторию. Хотя, парфенон закончил. Это все-таки много культуры нам даст. Не знаю, почему он вообще этого рабочего моего не трогал здесь. Непонятно. Или посадить просто его... Ладно, подержим. Или... Не, посажу, ладно. Это прилично веры будет давать. Ух ты. Так, вот это... Храм Зевса, это опасненькая заявочка. То есть, он будет сильнее по моему городу фигачить. Так, мне тут надо срочно в Гатлинге. Но он, очевидно, сейчас фрегатами будет нападать. Напоминаю, у шашонов плюс 20% ксили на своей территории. А если бы я взял защитник веры, было бы вообще 40%, да? Так, слушайте, мне в Агаидике бы замок тогда. Я, наверное, ему купить могу. 530, да. Надо не забыть, что 530 надо хранить. Эти деньги. На покупку замка, если сейчас на меня будет нападать. Но... Блин, 27 жителей в Тиночтетлане. Ведь он на воде. Да, это круто. Знаете, надо по берегу Золотой век пока. Но у него вроде как 4 фрегата всего может быть, нет? Еще одного он уже вроде как сделал. Ну и он, естественно, эту принял. Морскую инфраструктуру. Там вот это вот. Все это понятно, да. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. 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 А, я не понял, а где мой... А, блин, спрятался вот так за плашкой города, думаю, куда делся мой художник. Да, блин. Почему он исчезает? Ладно, пускай построится сначала. Что-то он, походу, вышел. А, он не вышел еще во фрегаты. Странно. То есть, он банковское дело открыл. То есть, он просто в индустриализацию идет. Хм. Ну, не знаю. Есть обсерватория. Ну, давайте, караван. Тут нету смысла обрабатывать. Как-то он так немножко пассивненько. Мы чисто играем в развитие. Кто кого переразвитит. Блин, мощно у него стало. Но я все никак свое население не использую. Я все никак не вырос. А он, походу, вырос максимально уже. Так, ну, давайте вгашут. Пускай быстрее растет. Да, у меня, конечно, вот 28 против 21. Но у него, походу, горы тут нету, например. Знаете что, наверное, имеет смысл. Ладно, попробуем пизу. Так, тут стоим. Или даже лучше сюда. Тут эти клетки еще обрабатывать можно будет, чтобы не мешались. Угу. Понятно. Тут он мне не даст проплыть, короче. Он наделал юнитов. П plum... Угу. Угу. 筋. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, у него как-то там покруче все, покруче ИМХО. Но у него может быть золотой век, как минимум. А точнее, не может быть, у него точно золотой век. Ну тут дипломатическая победа отключена. Так что... Блин, я вот не помню. Но я вроде отключал. Да. Да. Дипломатическая отключена. Так что союзничество с ГГшками это только просто приятный бонус. И ничего более... Сейчас мы вот эту клетку передадим этому городу. Вообще маловато у меня науки. Так, я еще караван могу. Блин, ну я бы, конечно, из ГАШУ-то лучше... Но он спрашивает, только за победу нельзя голосовать? А он не сможет голосовать за победу, потому что дипломатическая победа отключена. Ну, наверное, вот сюда... Уберем уже здесь... Эти джунгли. Построим... Ферму. Блин, торговец у меня постоянно появляется... Вообще, ноу-гуд. Эти джунгли. Это п Schule. построил я короче эти деньги потрачу просто на рабочего и тогда здесь банк строим я еще получаю 400 я на самом деле 502 получил потому что еще за гиликарнас за использование великого человека можно будет эти деньги на покупку мельниц использовать а также купим сейчас вот тут караван в гашуте что-то у него закончился золотой нет еще так гашут библиотека покупаем караван здесь покупаем мельницы или или подержать на фабрике ладно подержим на фабрике 30 уже у него те ночи тетла но у меня 20 постоянно на 7 отстаю и за откуда он счастье берет но там явно больше этих я говорил я не против изяга иди к его религию перейдет так в масанкане у нас три бегает да и по одному в каждый город будь здорова вот так можно тут наверно пока так и мельницу может все таки на производству эти просто в агаидике мало еды она вряд ли будет хорошо расти давайте наверно на производство я не вижу как ей расти вообще и ради чего ли катя возможно мне не стоило агаидику третьему стоило гашут третьим поставить фиг знает были сейчас опять появится пророк слишком много веры похоже рано вы в индустриализацию выйти чтоб пророк не появлялся да блин у него долг долгий золотой пошли и чеченица понятное дело денег ее столько же сколько у меня не уют 2000 уже насобирал а каждая фабрика 740 стоит до столицы до блин еще один все надо бы его использовать на распространение вверх что не это даст процент вот в масанка не 15 верующих есть а в т-мо ки всего 9 и только 9 процентов к производства вообще 6 так что будем сейчас распространять слово божие у меня уже счастья нету вау зоопарки надо построить конечно нет в т-мо ки все-таки на еду буду отправлять ну-ка если он в индустриальную эру еще не вышел он в архитект он он в школы пошел ну удачи видимо да у него долги золото и да у него долги золото и мне все равно на еду хочу отправлять так раз уголь два уголь оба не обработаны мы может ее в академию пока посадить они они копить не наверно зоопарки надо строить а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пророк вообще убирает все верования чужие из города. Анкар-Ват он построил. Нафига ему анкар-Ват? Он вышел в индустриальный, но он вышел в школу, я так понял. Да. Странно. Так, давайте Биг Бен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тадж-Махал. А у него там бесконечный золотой век, я так понимаю. Ну, вот в плане с производством, у меня без золотого века, у него с золотым веком. Вот такая... Это не страшно. Но у него постоянно его это... Еда, так плюс у него еще и счастья постоянно дофига. Вот это проблема. Все, ну вот теперь у меня религия. Блин, он еще и таракотку построил. Не будет же он наземными на меня нападать? Хотя у меня армия больше, чем у него. Так, сколько ходов? Три. Не, ну все, мне кажется, бессмысленно. Ладно, просто, просто постоим. Если будет там агаидика как-нибудь обращаться, например. Так, следующим ходом уже можно будет покупать фабрики. Так, ну я пока на две, видимо, хватит. Я бы в столицу купил. Точно. И, наверное, в агаидике пока. Блин, надо было не в столице. У меня 780, я же сейчас хрен... Мне надо, видимо, этих великих людей использовать. Ну, чтобы монетки добавились. 465. 465. 465. У меня было не вести в Абзак. 565. 775. 775. 815. 970. зум зум мастерская как у нас золотым веком тут ну вот по производству я все все на еду все в еду упирается но мне кажется то что я раньше вышел в фабрике и только потом в школы это лучше чем как он сделал так давайте мы в т молоке фабрику построим окупим в гашуте 780 писателя еще использовать пока как я бег бен он фарфоровую пагоду это все понятно теперь еще дешевле покупать по идее должно хватить теперь в гашуте купить фабрику не 660 так подожди хватает а угля не хватает что я строить начал подожди так мы по-другому сделаем опера меняем уголь то у меня будет еще один просто зачем откладывать принятие а вот теперь очень большой вопрос что мне принимать коммунизм или мне больше нравится демократия пожалуй ну типа свобода на этой карте так специалисты меньше еды потребляют и быстрее великие люди появляются школу или секстинскую я бы секстинку сначала честно горбит из школы тут тоже прикольно как школу можно будет купить четыре ну ладно пускай мельница быстрее построится да давайте в электричество потому что газ в масанканье очень круто бахнет производство так как говорят тут оперный театр вместо школы строю и кроме того тут еще и фабрики нужны я тут торговый пост построил интересно это можно вырубить этот лес можно будет так короче давайте эти ребята тут будут стоять на пустыне на пустыне ух ты он поджигал ученых и в современность вышел это куда ну очевидно в радио да чтоб тоже принять ну а стоило ли она того не уверен а 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 порядок взял да не фашист оказался порядочный блины чем тут еще обрабатывать вот еще лес есть например я реально уже ну тут можно будет вырваться мне да он не даст будет обстреливать блин он уже на 10 жители меня опережает не знаю откуда он сука счастье взял честно вам скажу так пока музыканта негде использовать надо будет конечно оперные построить и ученый она давайте ученых складировать уже чем я как бы счастье взяли на счастье тут просто 4 он обрабатывает оставлю 2 ну тут еще две науки и на инженера понимаете специалисты меньше еды потребляют соответственно получается что город быстрее вырастились и в специалистах сидеть так алюминий блин тут придется поменять на шахту так ну и здесь гэс а гэс тут по моему только когда алюминий будет до свезло с алюминием иначе было бы грустно так 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 эйфелева башня то есть он уже давно брать уже точно я забыл что он туда прожегся все равно 4 так уже 5 . так оставляем так 5 5 6 даже быстрее строится это уже это уже лишнее еще кати в гашуте смогу гэс поставить плену не вообще не кончается золотой век я понял я все понял а вот у меня закончился мы посмотрим следующим ходом наши показатели так оперу 1 3 кстати ну один-два так вот я разве не могу здесь уже растут я не построила книги построен ладно стоим ждем когда оперу открою чтобы наш великий композитор мог там изобразить свое великолепное полотно так стоп а я тут что лесопилку строю а ну да и дотягиваться в город чё это я наехал а за веру я куплю инженера за инженерить статую свободы а все тут уже есть алюминий ну я бы купил тут честно говоря просто дофига производства сразу каждая клетка рядом с рекой дает до производства в гашуте мы построим его девять ходов до поделать его следующим ходом я посмотрю демографию когда мы так улучшили наше производство блин все равно мы конечно отстаем у него бесконечный золотой век и он прожигал ученых а мы нет спасибо большое так тут школа есть оперный театр вот вопрос будет ли он кстати алюминий у него тоже имеется из из да это эти города у него навсегда с ним восемь четыре восемь четыре восемь пять что он решил нападать внезапно я могу апнуться в гатлинге с другой стороны эй можно отойти наверное вот тут я один апну в гатлинг вот так пускай атакует город просто гатлинги только на одну клетку стреляют к сожалению так 405 это 902 хода тогда 1 использую надо быстрее там в рационализме принимать так а тут школа есть тут школа я имею ввиду специалисты в школу а тут еще застраиваем может тут замок на всякий пожарный раньше его купить хотел но в принципе то сейчас уже все быстро строится ну что ж все обработано осталось железную дорогу теперь только строить реально все клетки а так вот тут будем ждать оперного и у нас уже появился инженер так что можно будет за веру не покупать а сколько у нас до 8 блин может может убыстриться он же сжигал ученого чтобы в радио выйти я отстаю по производству поэтому мне хочется быстрее все производства увеличить ученые быстрее появляются так а у него что с рационализмом один пока только принят ну по культуре я по идее должен лучше него идти давайте глянем у него 5182 но если вы искал что намного больше и сорянна оракул и парфенон да уж и 27 что станет так и Продолжение следует... У меня просто бесконечный золотой век там. Просто бесконечный. У меня как бы дофига славы, ой, славы, счастья, но у меня города не успели... Ну, кстати, у него больше. У него больше. Кстати, уже по низу пошел. Но он в железную дорогу свою. А я, кстати, могу тогда в пластик раньше него выйти. И потом уже... Мне не надо так вот удобрения, например, не сильно нужны, потому что у меня все рядом с реками сделано скорее. Так, я вышел в современность. Он через радио это сделал. Но он, походу, в удобрениях и военной науке. Так, мы ни за что не голосуем. Так, давайте опять на еду пока поотправляем, потому что благодаря... Спецам у нас должно быть нормальной еды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, все вот эти чудеса с идеологией, они все дают бесплатную социальную политику. Так, ну я думаю, можно устроить золотой век. Продолжение следует... 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 Тут так оставлю Так, ну сейчас глянем О, я обогнал, наконец-то, по производству То, что он там по техам далеко Это он вот эти вот пооткрывал Навигацию открыл Не знаю, может археологию, кстати, еще Нет, археологию нет Или да Он, наверное, в биологии идет, чтобы Хм Не, ну мне все равно надо в пластику выходить Чтобы Посмотреть, где у него нефть Он идет в биологию Так, маркет Гарден Счастья у меня дофига Ладно, пока так Там, наверное, дальше банк буду строить Но он самолетами еще будет атаковать, наверное София Тут писатель появляется Тут художник Ну давайте, наверное, уфицы И Театр Глоб Построим Так, радио Тут что-нибудь Ну, вещательные вышки Могу строить Так, подождите, а почему я их не могу строить? Они же после оперного А, музей Черт, ладно Слушайте, давайте мы, наверное Немножко в бараке Вот тут давайте уфицы Театр Глоб А там бараки Начнем уже строить Так, 4-3 Если вот так Бранденбургские, да Так, тут стоим Ждем железную дорогу Потому что все вокруг обработано Здесь будем банк строить Бранденбургские, да Бранденбургские, да Бранденбургские 92 92 так вот так вообще 625 науки это круто есть ученый но сейчас мы его уже сжигать не будем времена темные времена инквизиции когда мы жгли ученых прошли 2782 деньги он накопил ну с другой стороны у меня в два раза меньше я их постоянно тут трачу я не знаю на что он копит может самолеты купить сразу продолжим золотой век бараки везде строй могла пнуть в не хочу а в биологию открыл все-таки не динамит а биологию ну вот я отстаю от него на 6 вот раз два три 4 5 6 собственно зато он не открыл вот это вот это и соответственно до пластика ему далеко а веру мы копим на покупку ученых потом лувр ну лувр это он что-то принимал то что я не принимал эстетику походу нет ухи цвета exploration exploration до так везде оперный там и эрмитаж сможем построить в масанканье да да в гашуте вот осталось два хода оксфорд мы держим эти два нельзя строить что бродвей давайте чуть-чуть не построить все следующим ходом мы переключаемся на лаборатории мой шо ученый вот он возможно будет их покупать но они тысячу стоят блин 40 жителей указе на что-то потратил деньги типа в районе 500 тут я бы достроил чтобы эрмитаж в масанканье потом сделать сразу это просто на 10 жители отстаю постоянно так а если так мы сделаем все равно 34 7 5 8 5 7 6 я давайте лучше на производство так здесь ничего не появилось жителей здесь ничего не появился ищем ходом он самолеты открыл до биология самолеты смотрим нефти у него дофига то есть он сейчас будет меня атаковать самолеты но правда истина чтитлана ага вот он 456 блин а я не помню там прокачка черт ну что мне тоже придется прожигаться видимо давайте в биологию потом самолеты вот так или потерпим блин арсенал купить самолетами наверно долго будет давайте может купим арсенал у меня же еще красный форт то есть это усилить не знаю сейчас посмотрим я вообще не помню как насколько сильно будет бомбардировщик сейчас бить ну плюс у него фрегаты есть хотя я бы на его месте не в самолеты с нефтью выходила в эти в линкоры раз у тебя нефть есть блин просто жалко и хочется сжигать уже с этими 42 урона а он все купил потратил деньги чтобы купить эту да ну вопрос с нефтью конечно то есть он половину просто снимает меня за этот ход понимаете нефти просто господи сколько у меня нефти и ни одной сразу не добывает мне но это на воде блин и ни одной не добывается черт не ну пять бомбардировщиков видимо да надо еще и военную базу ставить приходится покупать я бы даже сказал тут нету смысла спешить самолетами потому что у меня просто нету сейчас нефти так а здесь лаба 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 самолеты мы открыли но нам нефть обрабатывать шесть ну короче пять ходов но он же тоже урон там получает вроде как уже не просто так это не как в шестой циве самолеты урон получают при атаке ну тут большие защиты я уже не поставлю мне бы копить деньги на покупку самолета сразу ну одну я бы наверно опнул вот эту прокачанную на пересеченную местность поменяем местами ну вот сейчас по идее не обстрелять самолета потому что они у него ранены очень сильно как бы в этом идея нет обстреливает все таки а а Продолжение следует... Ну, мне кажется, он выйдет в линкоры и возьмет этот город. Какое-то у меня такое ощущение. Причем мне надо самолетами его корабли убивать. Потому что так как у нас нет шпионов, он не может засвечивать. Он может только, ну, юнитами засвечивать город. Блин, четыре хода еще. Ну, на самом деле три, но, блин, это очень долго. Был бы у меня какой-нибудь великий человек. А вот, например, да? Ну, то есть я мог поставить здесь академию, на самом деле. Да, приходится вот так делать. Блин, я реально тупанул с нефтью. Я мог поставить академию на нефть. И она посчиталась добыва... Добыв... Блин. Добавил с нефтью. Добавил с нефтью. Добавил с нефтью. Добавил с нефтью. Попробуем пока сохранить Посмотрим, как больно он будет бить по... Кстати, нормально стоят А нет, вот это уже больно было Почему я не мог поменять их местами? Я даже не ходил у меня Давай, убей мне уже все гатлинги Короче, тупанул я, конечно, с самолетами Продолжение следует... Эх, fuck Так... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, я следующим ходом получу нефть, но мне еще надо купить самолеты, на которых у меня денег нет, или построить Знаете, что я сделаю? Ну, во-первых, я получаю за это деньги, да? Во-вторых, я вот здесь возьму Шесть иностранных регионов Неужто немножко тут выдержу? Постоять Да, по идее, все никак не могу догнать Субтитры делал DimaTorzok Блин, или триплан Ой, все, линкоры уже Да Короче, моя ошибка была в том, что я сам не пошел в нефть и самолеты Вот это совершенно забыл, как тут все делается Возможно, стоило бы и триплана, но он один, не знаю Или ты, не знаю, давайте трипланы действительно Но трипланы очень плохо перехватывают Сейчас я вам скажу Я, наверное, пускай он тут стоит Просто линкор с одного удара И по городу он должен лучше бить, чем бомбардировщики Засвечивает он вот этой каравеллой И мне с ней ничего не сделать Странно, что он не подводит Но он может захватить этим, этим и этим Просто думает, как поставить, чтобы я не убил сразу его У меня будет этим гатлингом и этим гатлингом и городом Но он так, у него еще один будет юнит Он закончил ход Интересно Так, подождите, а давайте мы в Масанканье как-то за один ход доделаем И поставим на перехват А с какой дальностью у него? Ну, пять То есть раз, два, три, четыре, пять То есть самолеты он должен будет перехватывать тут Все, ну, давай посмотрим Есть перехват Только что видели? Ну, все, один раз он только срабатывает, да? Ну, это похоже все Давай убей мне всех этих ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну тут мы за один ход, наверное, не получится, да? Эх! А вот тут получится Нет, вот тут тоже, наверное, нет И мне не хватит бомбардировщика, чтобы убить каравеллу Просто именно ошибка в позднем выходе в нефть и самолеты Все Блин, мне не хватит Блин, мне не хватит Ну, как так? Ладно, это, наверное, уже ГГ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, ГГ Да, единственное, ну, он постоянно Давайте глянем, что у него было У него за территорией Ну, как минимум у него Оба чуда должно быть Нет, две ГГшки всего было, две А где чудеса? А где чудеса? Вот первая Фудзи Так, я что, слепой или что? Ну, не можешь, чтобы оно одно было А, вот Сера Депатус Ну, Сера Депатусе круто У него куча денег всегда было Вот из-за этого Ну, территория, я не скажу, что прям Лучше, чем у меня Но он сразу морскими караванами Себя отъедал Реки у него есть Соответственно, его Вот эти уникальные здания Где они тут? Вот Плюс 15% еды За счет этого, вы понимаете То есть, по идее Я и не мог его по еде догнать Потому что у него всегда Этой еды немерено За счет этих рек Не так, чтобы много Но у него еще озеро Вот видите, он тут На озере смог Поставить Ну, по науке Примерно одинаково Значит, моя ошибка Тупо Одна ошибка Это не выйти В Нефть И надо было просто За ним сходить в нефть И вот У меня была куча денег Но мне пришлось Их потратить на апгрейд Получается Иностранного легиона И арбалетов В Гарлинге Который он просто убивал То есть, просто куча денег Потрачено Чтобы отложить Проигрыш А если бы я вышел Вместе с ним В нефть А, ну еще, кстати Мало того, что я поздно Вышел в нефть Так я еще и Не использовал Ученого Чтобы поставить Академию на нефть И сразу ее получить Я мог бы спокойно Даже тупо Трипланы сделать Я бы сделал Трипланы, например И три Бомбардировщика Трипланами бы убивал Его Бомбардировщики А Так у него вообще Даже нефти только На 6 штук На 7 получается Где у него нефть? Вот Три нефти Ну где-то еще Должна быть Наверное От ГГшки Нет Так, а где у него Еще нефть? Вообще Пишет 11 Нефти У него где-то Под городами Что-ли? Что-то я не вижу Нет А, вот Обработанная Еще На море У него Нет Все равно Это 4 3 7 Где еще 4 7 я вижу Вот 7 Я понимаю Это 7 У него самолет Да, но еще 4 Линкора Сделаны ГГшка Не может стоять На Нет Блин, я не вижу Где еще 4 нефти У него Откуда он их взял Странно Вот Вот Нашел 11 нефти Да Но у меня тоже Нефти было Много Если бы я Не тупил И Вышел Во-первых Вместе с ним В нефть Во-вторых Просто присоединил Нефть Академии А не обработал А не обрабатывал Рабочими То он бы ничего Не мог В агаидике Сделать Просто Я бы убивал То есть он Засвечивает агаидику Чисто Этими Подожди А как он ее Засвечивает Я чуть не пойму А почему он Видит ее Он даже Если отвезти Юнит он их Видит Ее видит Точнее Не понял Самолетами Что ли Засвечивает Ну ладно В любом случае Самолеты сбивались Трипланами Флот уничтожался Бомбардировщиками С моим количеством Нефти Это вполне У меня тут Два ресурса По 7 нефти То есть 14 Просто 14 А у него даже Трипланов не было То есть он бы вообще Не мог мне помешать Убивать эти юниты Ну а я зачем-то В пластик поперся В общем вот такая игра Спасибо что посмотрели На этом все Играйте в умные игры И всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео